Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. И по традиции начинаем со статистики. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели выезжали уже более 500 раз. На пожарах погибли два человека. Десять, в том числе один ребенок, пострадали. Из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали 534 человека. А теперь о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Вот уже вторую неделю в нашей столице продолжается череда возгораний машин. Только в минувший понедельник произошло 4 таких случая. Пежо 307 сгорел утром на улице Толстого. С аналогичной проблемой днем столкнулся и владелец Ниссан Премьера на улице Вангардной. Еще позже, уже около трех часов ночи, на улице Шаранговича загорелся Volkswagen Passat. Примерно в это же время на улице Каховской горел Pontiac. А вместе с ним и припаркованные рядом Toyota и Citroën. Спасатели оперативно прибывали на место вызова и тушили автомобили. Предполагаемая причина возгорания у всех случаев одна. Короткое замыкание электропроводки. А точнее влажность, которая воздействовала на ее поврежденные участки. Стоит отметить, что с начала года в Минске сгорел уже 91 автомобиль. В 80% причина была одна – короткое замыкание. МЧС напоминает, что своевременная диагностика состояния электропроводки вашего автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. 200 человек эвакуировали из-за пожара в студенческом общежитии на улице Сурганово в среду. В небольшой прачечной на первом этаже пятиэтажного здания загорелись постельные принадлежности. Из-за сильного задымления, распространившегося через вентиляционную шахту на другие этажи и угрозы отравления продуктами горения, спасателям пришлось эвакуировать всех постояльцев. К счастью, никто не пострадал. Вероятно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Минск чрезвычайный. Также в среду вечером в Минске горели еще два автомобиля. В результате короткого замыкания на проезжей части улицы Купревича БМВ 525, а спустя два часа на улице Острожских, вероятнее всего, не без помощи посторонних лиц, загорелся автомобиль Инфинити. Левое боковое зеркало придется заменить владельцу Hyundai Santa Fe, припаркованного рядом с подожженным японским седаном. Как говорится, Бог любит троицу. Но не в этот раз. Третьего по счету и самого крупного по ущербу пожара для большей бдительности владельцам квартиры на улице Долгобродской оказалось недостаточно. Печально знаменитая квартира, которую с начала года тушили трижды, загорелась в четвертый раз. В четверг днем пожарным расчетам снова пришлось приехать по знакомому уже им адресу. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Наивно, но так хочется верить, что у жителей злосчастной квартиры все же проснется сознание, и они завяжут с пагубными привычками и начнут соблюдать правила пожарной безопасности. Минск чрезвычайный. В четверг утром при проведении сварочных работ на СТО по улице Корвата пострадал 36-летний рабочий. С черепно-мозговой травмой, ожогами и осколочными ранениями мужчину доставили в больницу. Всего на момент происшествия в мастерской находилось двое рабочих. Они пытались распилить бензобак, но при проведении аргонной сварки, возможно, произошла вспышка паров ЛВЖ бензобака, что и стало причиной ЧП и чуть было не привело к трагедии. В это же время, предположительно по этой же причине, вспышка ЛВЖ, но уже при изготовлении наркотических веществ в квартире на улице Байкальской пострадали две женщины. 20-летняя дочь нанимательницы квартиры и ее 32-летняя подруга. С термоингаляционными травмами, ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. В пятницу очередной жертвой вредной привычки едва не стал 65-летний хозяин квартиры на улице Куйбышева. Выпив, мужчина отправился спать. Вот только сигарету потушить забыл. Около 7 утра тревогу забили соседи. Они-то и сообщили в службу спасения по номеру 101 о запахе дыма из соседней трешки. Приехавшие на тревожный звонок спасатели обнаружили мужчину прямо на горящем диване. В бессознательном состоянии, с отравлением продуктами горения, ожогами 45% тела, в крайне тяжелом состоянии его передали медикам. По словам соседей, мужчина, переживший инсульт, передвигается с помощью палочки. Он проживает один, курит, но не оставлен родственниками и не создает никаких проблем соседям. Закончилась неделя в городе без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А у нас на этом сегодня все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.